Елена, у нас сейчас после всех наших передач возникает много вопросов. Ну вот вы поговорили про то, про сё, про пято-десято. Всё очень красиво, всё очень вкусно. А кто делать-то будет? А как это делать? И стоит вопрос о том, что любая армия без руководителя, правильного, опытного, которому доверяют те, кто участвует в этой армии, несуществимо. Она не может ничего выполнить, когда разброд, шатание, каждый сам за себя. И вот сейчас тяжёлые условия жизни, которые, скажем так, и в прямом переводственном смысле можно считать военными. А раз так, то и нужна дисциплина, нужны определённые уклады, объединения, структурирования, управления, взаимосвязи, которые позволят и обучаться, которые позволят и, например, производить что-то и обмениваться продукцией, которые позволят и заниматься здравоохранением, ну или здравой, которые позволят защищать себя, то есть там юридические-то вопросы, где понятно будет, что есть единая казна, чтобы не стал вопрос, откуда брать деньги, чтобы стал вопрос, как распоряжаться. И чтобы каждый был на своём месте, чтобы не было этих там каких-то деток, каких-то там начальников, которых поставили только потому, что он детка. Чтобы это были те люди, которые и специалисты в этом вопросе, сведущие, знающие, ведущие, и опытные, и которые бы готовы были на себе это тянуть, и не ради денег, не ради каких-то высоких должностей или славы, а ради того, чтобы жить нам всем хорошо и по-человечески, как нам извещали наши великомудрые предки. И поэтому я в очередной раз, сейчас выношу на широкую аудиторию в нашем разговоре, предлагаю создать единый, в кавычках назовем, державный, координационно-управленческий центр, который бы занимался всеми этими перечисленными вопросами. В этот центр, чтобы приглашались те люди, которые способны были бы решать по своим природным установкам, по своему предназначению те вопросы, которые нужны всем и каждому. И экономический блок, и образовательный блок, и здравоохранение, и прочее, 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 прочее. И вот мы с тобой поговорили про обмен мнениями, про семинары, про школу. А вот этот координационный центр сам собой напрашивается. Если его не будет, то тогда как нам узнать, что в каком-то регионе есть урожай того-то? Либо потребность что-то купить, что-то приобрести, чем-то обменяться. Где какая школа находится, по каким принципам она обучает. А где вообще людей взять, специалистов каких-то, профессионалов в своем деле? И вот если такой центр будет со своей базой данных, то тогда любой человек, который мыслит державно, может, например, подать заявку. Я специалист такого-то уровня, занимался тем-то, тем-то, учился на того-то, того-то, интересы такие-то такие. Чтобы мы видели не просто винтик в нашей машине, а человека со своими интересами, со своими взглядами на жизнь, с тем, кем он хочет быть, что ему лучше подходит. И главное, какую он пользу может приносить и себе, и семье, и роду, и обществу, и этому миру. И если вдруг встанет вопрос о том, что где-то там в Абхазии созрели какие-то красивые плоды, их там тысячи тонн, чтобы из этой Абхазии мы через свою систему кооперации могли по всей России, к примеру, а может, и не только по России, распределить продукцию, чтобы не было потерь, и чтобы все остались довольны. Те, кто производит, и те, кто перевозит, и кто хранит, перерабатывает, и кто приобретает. И чтобы это делалось так, что вот мы с тобой в одном кооперативе, и появляется объявление, к примеру, в Абхазии появились хорошие вкусные плоды. Тебе нужно килограмм, мне нужно пять килограмм, кому-то еще три килограмма. И каждый в своем кооперативе забивает. И от кооператива заявка появляется, например, три тонны, четыре тонны, пять тонн. Выстраивается маршрут, к примеру, и вот эта машина едет по маршруту, что-то выдает. Ну, к примеру, такое. То есть вот это тоже нужно. Дальше, чтобы у нас обучение шло не просто так хаотично, каждый сам по себе, а чтобы обучение было, исходя из наших державных укладов, нашего представления. С учетом, опять же, тех наработок, которые в древности были опробованы и прекрасно себя показали. И вот когда мы вот это все разбираем, то мы сейчас дружно, с кем бы я ни разговаривал, приходим к мнению такому, что да, такой вот координационный центр сборки, управления, секретариата и так далее, и так далее, он нужен сейчас, он необходим, где бы мы могли с этими вопросами заниматься. Вот твое видение на сегодняшнее положение дел, и исходя из того, что ты вот сама уже попробовала, и часто говоришь о том, что хорошо вот это, вот это, а вот нужно вот это и вот это, вот как ты думаешь, нужен такой центр? Ну, как ты правильно заметил, что дело действительно серьезное, сродни военной операции, а военная операция бесплана — это план поражения. Поэтому, естественно, должен быть единый центр. Ни одна община осознанных людей, ни одно сообщество, которое хочет нести свои идеи дальше, оно не может быть замкнутым. То есть замкнутая система — это система мертвая, она приходит к энтропии. Только открытая система может распространяться, эволюционировать. И наша задача сейчас — наладить соэволюционный процесс, то есть сеть каких-то предприятий, поселений, просто отдельных людей, которые мыслят в едином направлении, у которых единое мировоззрение, и какой-то центр, который помогает им коммуницировать, реализовать свои проекты, реализовать продукцию, которая у них есть, либо находить место для своего развития. Для того же найма. Вот, например, скажу то, что нужно сейчас нам конкретно, опять же, исходим из... Вот прямо здесь и сейчас. Здесь и сейчас, да. Нам, допустим, нужен сотрудник на производство, но мы не хотим брать сотрудника со стороны мировоззрения, которое нам непонятно, потому что человек может, ну, говорить одно, потом что-то другое произойдет, да, и плюс, может быть, ему не подойдут условия, да, там, труда, еще чего-то. Все-таки тот, кто приходит в какую-то общину, да, он должен трудиться и делать все на благо общее, да, он должен понимать, что да, вот я здесь сегодня, допустим, я не знаю, закладываю мед в баночку, но это не просто мед в баночке, я делаю это потому, что у меня есть дети, у меня будут внуки, у меня будет семья, которая разрастается, мой род, да, и я делаю это во благо своего рода. И во благо страны, в которой я живу, а не просто, чтобы положить деньги в карман. И, допустим, пусть этот человек не будет получать те же деньги, которые он получит, работая в пятерочке, да, в городе, но он будет устроен в нормальном месте, где у него будут нормальные условия для жизни, да, где он будет за общим столом кушать со всеми, да, не то, что где-то в магазине, где я начальник, ты дурак. Он будет понимать, что к нему будут относиться, как к члену семьи, что мало того, что он будет находиться в здравии, он будет еще и распространять дальше вот эти, ну, свое мировоззрение, да, показывая другим, что можно вот так, что не нужно гнаться за деньгами, потому что, да, где-то кто-то работает в городе с ним, там, платит квартиру, это в ипотеку, он скажет, а я получаю 70 тысяч, да. 170, но сколько он тратит на дорогу, сколько он тратит на плохую еду некачественную, потом на лекарства, на врачей, на непонятные затраты, которые в городе всегда есть, да, мы понимаем это, живя за городом. Да еще и в плохом коллективе, где его ненавидят, где хотят его съесть, да, и он всех ненавидит. И работающий, непонятно, на чьи идеи и на чье развитие, потому что все-таки понятно, что изначально есть кто-то над ним, кто, используя эти деньги, решает какие-то свои задачи и все это делает в своих интересах, да, и мы никогда не знаем, кто этот человек, да, потому что он может нанять тебя на работу, но попутно он может наносить вред здоровью твоих детей, да, и поэтому хочется, чтобы приходили на производство люди, свои полностью, которым ты можешь доверить, и ты будешь знать, с каким даже, с какими мыслями он занимается этой работой, да, с какими мыслями он все это делает, производит, потому что вот сегодня, приходя в магазин или в какой-то кафе, вы кушаете еду, да, кто ее готовит, какие мысли человек закладывает в то, что он делает, когда он с ненавистью идет, он ненавидит этого начальника, свою работу, он вообще хочет домой, ему все это не уперлось, скажем так, просто ему нужны деньги для того, чтобы выжить, да, какую энергетику несет этот продукт, даст ли он вам здоровье, и, допустим, другой вариант, когда человек находится в благостном состоянии, когда он знает, что его уважают, что он спокоен, что ему не нужно куда-то сломя голову, голову ломиться, он встал, отработал свои 4-5 часов, занялся своим развитием, да, ему не нужно куда-то бежать, и думать вообще, как ему выжить, да, и его не бросят на полпути, с каким отношением он будет делать то, что он делает, и что вы получите на выходе, а ведь все, что мы получаем с едой, это и информация, и энергия, там, это все очень взаимосвязано, и даже если это не еда, даже если это одежда, да что бы это ни было, мебель, неважно, любой продукт, все пропитано энергией, информацией, поэтому очень важно создавать производство, где трудятся только осознанные люди, чтобы это были не наемные работники, а те, кто полноценно участвует в развитии сообщества, общины, и конечно же нужно создавать, ну, определенные хабы, назовем это так, обучающие, образовательные, то есть какое-то место, куда может приехать человек на повышение квалификации, вот допустим у меня успешное производство, я произвожу какой-то продукт, у меня получилось, я знаю как его делать, я знаю как сделать так, чтобы этот продукт эффективно рос, да, чтобы росло производство, чтобы сотрудники чувствовали себя прекрасно, какой график работы им сделать, то есть я могу пригласить на обучение сотрудников другого поселения, другой общины, они, переняв опыт, повысят свою эффективность работы, также мы можем своих сотрудников направить в виде успешного опыта, то есть мы должны поддерживать друг друга, не становиться друг другу конкурентами, да, потому что хватит на всех, вот реально, действительно сегодня такова, что хватит на всех, если делаешь какой-то хороший, полезный продукт, качественный, а спрос сейчас на качественные продукты растет, вроде бы у человека, казалось бы сегодня, все меньше и меньше денег, но тем не менее, если ты делаешь качественный продукт, к тебе всегда придут, к тебе всегда обратятся, а если еще это делать на условиях кооперации, где твои же люди могут абсолютно по другой цене эти продукты получить, да, и человек покупая будет понимать, что он не купит что-то, что травит его детей, он полностью, абсолютно спокоен, что вот здесь я куплю это, и я знаю, что туда ни химию никакого не положит, ни пестициды, потому что, допустим, ну, тот же урбеч, вот этот урбеч, он сделан из орешков, которые куплены у человека из такого-то города, который вот эти деревья, ты можешь приехать посмотреть на них, да, то есть это все единая система, ни одного продукта не должно быть из неизвестного источника в том, что ты делаешь, я вот к этому стремлюсь, к сожалению, пока что мы не можем на 100% этого добиться, потому что, естественно, мы все сами не выращиваем, но мне бы хотелось к этому прийти, почему я должна ехать на тот же Фуд Сити, покупать какие-то продукты неизвестного происхождения, конечно, я максимально выбираю, да, я уже в этом разбираюсь, но я бы хотела прийти к человеку, который со мной в едином мировоззрении и купить у него, поэтому хочется, вот, конечно, такой центр создать. Но на самом деле, когда мы касаемся вопроса денег, это только первый этап нашего взаимодействия, сейчас все переводится в договора деньги, и об этом всегда в своих семинарах не просто говорю, а подчеркиваю, что первый этап, который упростит наши взаимоотношения и жизнь, это всегда договор деньги. Вот на первом этапе так и есть. Неважно, идете ли вы к какому-то человеку, который готов вам предоставить помещение, взаимодействуете ли вы с какой-то компанией, принимаете ли вы кого-то на работу, вы это еще не знаете, вот этот человек, который вам дает что-то, этот человек, который пришел работать, эту компанию, ну да, милые люди, и очень часто бывает, что светлые, хорошие люди попадают в просаг, ну пришли, на словах договорились, начинают что-то делать, завезли оборудование, а потом хозяин говорит, а мне вот видится вот по-другому, стоп, секундочку, ну мы же там говорили, как об этом, нет, я имел в виду другое, а вот если это в договоре прописано, прописана материальная ответственность, условия, обязанности, тогда все просто, смотрим, пункт 1, пункт 2, пункт 3, вот здесь прописано, все вопросы есть, вопросов нет, и это всегда можно обратиться, как бы это сейчас страшно не звучало, в суд, да, для того, чтобы разрешить этот вопрос, к примеру, а вот на втором этапе, мы должны уже уходить от денег, и вот тут включается очень интересный фактор, который уже в жизни, в некоторых общинах проверен, в действующих общинах, которые не один год существуют, где деньги внутри общины не ходят, они друг другу денег не платят, зарплаты у них нет, почему, так первый вопрос, а как так можно жить, да вот так, дело в том, что когда люди живут большой семьей, компактно ли в одном месте проживания, либо рядышком дома, там у них находятся, в территориальной близости какой-то, либо может быть еще чуть-чуть подальше, но доступность какая-то есть, на автомобиле, к примеру, то из этой общины производится снабжение людей, ведь нам же не деньги нужны, нам нужны продукты, которые мы покупаем за эти деньги, и не просто продукты, а нас устраивающие, так вопрос, а если мы взаимодействуем напрямую, если мы выращиваем сами эти продукты своей общиной, если кто-то на полях, кто-то технику, кто-то там перерабатывает, кто-то еще что-то делает, мы совместно это производим, вопрос, зачем мне включать посредника деньги между нами, да, зарабатывать деньги, ты будешь зарабатывать деньги, я буду зарабатывать деньги, ты больше, я меньше, Я буду завидовать, потом я больше, ты меньше, ты будешь завидовать Давай мы берем этого посредника И спрашиваем, что тебе нужно для жизни Ты говоришь, мне нужно, например, таких-то продуктов Столько-то, столько-то, столько-то Моей семье столько-то Но понятно, я больше в два раза не съем И я говорю, и нам нужно столько-то А что тебе нужно из одежды? Какая тебе нужна одежда? Ты говоришь, мне лен, хлопок Чуть-чуть вот этого, чуть-чуть вот этого А какой фасон? Вот такой-то, а цвета какие? И у нас есть уже товаровед, который, как купец Учитывая твои интересы, вместе с тобой выбери, что нужно Сделать либо совместную закупку на стороне Но он не будет деньгами между собой заниматься И тебе это выдаст Или продукты и так далее Поэтому второй этап, это когда мы уже внутри нашего общего дела Деньгами не пользуемся Мы пользуемся деньгами только на случай, если что-то на стороне купить А третий-то уровень, это когда мы к себе подтягиваем еще больше и больше Так как организационный центр начинает действовать И там, да, учитываются товары, которые мы вкладываем Но он не деньгами, например, определяется Он определяется нечто другим И те вот общины, объединения, артели, кооперативы, которые в него входят Они, да, может быть, там где-то считается что-то в какой-то условной валюте-то назовем Но не цель заработка денег, а цель жизни Ну, до четвертого уровня там, это как до луны пешком Пока там третий-четвертый уровень далековато Но суть в том, что вот эти вот уровни надо прекрасно сейчас понимать И честно к этому относиться И как только мы это понимаем Вот первый этап, это договора деньги То многие проблемы у людей, которые честные, добрые, отпадают сразу И если вы видите, что на этом этапе кто-то пытается не заключать с вами договора Особенно из людей, которых вы хорошо еще не знаете Не заключайте с ним договора Не взаимодействуйте Потому что, как правило, он боится честных отношений Вот это, ну, как бы такой сейчас У нас семинар уже такой пошел Мне не хотелось бы прощать семинар Вернемся к подведению сухого остатка На сегодняшний момент остров стал вопрос О взаимодействии добрых и хороших людей По всем направлениям жизни Начиная от того, найти себе Хорошего, доброго партнера Кто-то вообще говорит, я жену себе хочу найти Кто-то говорит, там, мужчину, да Кто-то говорит, а куда нам поехать отдохнуть А куда нам устроиться А куда нам переехать А где нам вот это что-то сделать А кто-то говорит, а для производства Еще, например, партнеров Куда можно сбыть Либо у кого можно что-то получить Либо там и так далее И вот сейчас такой координационный центр Который позволит нам взаимодействовать Как говорил товарищ Ленин Архиважен И, на мой взгляд, если мы сами это не сделаем То за нас-то никто и не сделает Но сразу хочу сказать Что в такой координационный управленческий центр Звать абы кого, вот я лично не собираюсь Я думаю, что и ты тоже не собираешься Абы кого звать Поэтому каждый человек Кто появляется в нашем горизонте Будет проверяться И перепроверяться Будут наводиться справки какие-то А кто ты? Болтун ли ты? Просто болтаешь И болтаешь непонятно о чем Либо болтаешь понятно о чем Что к себе только патент людей И на этом жить, выживать Либо все-таки, ты когда говоришь Ты доносишь какую-то правдивую информацию Которую можно в жизни применить Что ты делаешь? Ты делаешь только для того, чтобы всем показать Что ты делаешь Либо на самом деле для того, что нужно Что ты делаешь С точки зрения полезно это или не полезно Или ты просто выпускаешь Либо только деньги заработать Вот эти все моменты Мы должны сразу же понимать И человек честно должен оценить свои возможности На каком уровне бытия он сейчас находится На каком уровне понимания этого мира находится Потому что кто-то говорит Ребят, вы меня там не загружайте Всякими идеями политическими Философскими Вы скажите, что делать? Вот я хороший сантехник Я хороший токарь Вот давайте я буду производить Что нужно всем Чтобы мне было хорошо И семье И чтобы вам было хорошо И готов в общем участвовать Не грузите А кто-то его хлебом не корми Он там что-то разрабатывает Какие-то идеи Как это токарь Как с этим Вот чем хорошо наше мировоззрение Что там каждый человек Который пришел в этот мир Он всегда найдет себе место Мы всегда ищем понимание Кто передо мной Кто я Как нам соединиться В отличие от чужеродного нам Инородного мировоззрения Что кто-то должен быть хозяином А кто-то должен быть холоп И вот кто холоп То должен лизать там Пятки хозяину И так далее Вот это для нас чуждо Поэтому в таком центре Все-таки должны люди Быть уже как ты сказал Осознанные Которые это понимают И для которых Вот как сейчас Молодежь говорит Не впадлу Заниматься теми вопросами Которые сейчас необходимы В данный момент И вот Последнее может быть Там себя вот снять Отдать Лишь бы общее дело Двинулось Это не шутки Я таких людей много знаю Которые последние готовы себя Снять и отдать Но беда в том Что Очень часто такие люди доверяются И снимая последние Проходимцам отдают Вот наша задача Чтобы этот координационный центр Помогал таким людям Не попасть под власть Проходимцев Под руководством Управления руководителем Проходимцев И чтобы Они могли себя применить Для общего дела В благости В радости Для счастья И себя И семьи И рода Общества И мира Ну так вот как-то Ну верно Если мы все-таки Беремся за создание Такого центра То мы Нищем ответственность За все Что там будет происходить Поэтому Будет серьезный отбор Тех кто в этот центр придет И в принципе Оттуда будет легко Вылететь Да Если человек когда-то Обманет Какие-то действия Произведет Которые навредят То скорее всего Он вылетит навсегда И это нормально Потому что Мы обязаны создавать Такие безопасные Пространства Для своих Конечно же Там нужны И те Кто придут В наем И те У кого уже Есть какие-то Поселения Есть Какой-то Положительный Опыт Отрицательный Опыт Это все Должно обсуждаться Выкладываться Обязательно Там должны быть Какие-то Образовательные Курсы По повышению Квалификации По тому Как избежать Каких-то Определенных Ошибок По маркетингу Не нужно это Отметать Это очень Важно И полезно Сегодня И надеюсь Что этот Центр Будет Разрастаться Что мы будем Прерастать Какими-то Отделениями Дополнительными Где будут люди Которым мы Доверяем И они смогут Принимать У себя Тех Кто сможет Проходить Дополнительное Образование Это все Нужно И важно Сегодня Я в свое Время Конечно Хотела бы В такой Центр Попасть И сейчас Я в нем Непосредственно Нуждаюсь Даже В закупке Продуктов Плюс Там мы сможем Поделиться Секретами Как допустим Какую-то продукцию Реализовать Еще даже До того Как ты ее Произвел В принципе К этому И нужно Стремиться То есть Когда ты Какой-то продукт Производишь Ты должен Уже знать Куда он пойдет Он должен быть В предзаказе И это Логично Это правильно И если Это будет Все в рамках Единой системы Где Какой-то фермер Сажая Определенную продукцию Он будет знать Для кого он сажает И ему не нужно Трястись Потому что фермер Не должен быть Продавцом Он не должен Этим заниматься Он должен Заниматься Своим делом В благости В хорошем настроении Просыпаться И он Не должен Задумываться Как сегодня У нас поставили Фермеров В такое Положение Что они вынуждены Бегать Искать деньги Потом вынуждены Продавать Либо оставлять Гнить на полях Наша задача Создать пространство Где люди Будут заниматься Созидательным трудом Именно такой труд Созидательный Где не нужно Думать О капиталистических Нюансах И По максимуму Уберечь их От различных Ошибок Вот Я думаю Что у нас Точно все получится Потому что Наше намерение Не первый год Зреет Да И сейчас К счастью Мы объединились Соединились Во имя такого дела Я думаю Что у нас все получится Согласен Поэтому Если у вас есть Какие-то Предложения Представления Вы себя видите Кем-то И у вас есть Опыт Самый главный И вы не ради Каких-то там Ковришек Или денег Это все собираетесь Сделать То Следите За нашими Передачами Как говорят сейчас Следите за анонсами В них будет Выложена информация В дальнейших Передачах О том Куда обращаться Куда посылать Свои предложения И Вообще Что нам дальше Делать Поэтому Если вы преподаете Идите к нам Если вы что-то Производите Давайте вместе Если вы что-то Реализуете То же самое Без вас нам никак Все мы вместе Сила По отдельности Мы ничто Вот это надо помнить Поэтому друзья мои Прощаюсь с вами В благодарности Глубочайшей Елене За столь Интересные Мысли В ожидании Того Что Мы перестанем Ожидать Что мы Наконец-то Соберемся И начнем Делать Быть Добро Быть добро Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok